Привет, Таллин! Таллин является одним из самых хорошо сохранившихся средневековых городов Европы, основанной около 800 лет назад. Интересный факт, что эстонцы пишут названия с двумя L и N, а на территории Российской Федерации официально установлено написание с одной N. Очень много русской речи вокруг, то есть первое ощущение вообще, как будто бы даже не уезжал никуда. Есть такое ощущение? Угу. А потом счет приносит, и понимаешь, и все-таки понимаешь, и уехал. Если время вашего путешествия ограничено, отправляйтесь в Старый город. Это огромный музей под открытым небом. Это самый атмосферный, самый старинный переулок в Старом городе. Здесь в нем будут сидеть всякие стеклогурлы, пастера там по отделке кожи, меха, всякие штуки продаваться. Я на настоящий листочек прикладывалась, и отпечаток настоящего листочка. Климат Таллина очень схож с петербургским. Все тот же влажный воздух и часто меняющаяся погода. А здесь, оказывается, тоже дождик с градом. Да? У нас в Питере. Походу, дело приперли с собой из Питера. Порадовать своих близких можно сувениром. Лавок по продаже бокалов, разных вкусняшек. И подделок очень много. Пахнет вообще круто. Выбирайте на свой вкус и цвет. А если не смогли определиться, просто отправьте открытку. Она обязательно найдет до адресата. Добавлена одна открытка. Бульк. Ни хрена себе дровосеки озверели. Как думаешь, что это такое? Памятник архитектуры или просто бревно? Это экоструктура. Вот так вот. Я из полиции. Документы. Шаррина, вы говорите. Документы ваши. Что? Вы, говорит, ничего не знаете о вчерашнем деле? Может быть, это поэтому тут так долго драйвировались? Убийство какое-нибудь произошло. Это же бардашка в подъезде. А, вот еще. Может быть, какой-нибудь проститутку накрыли. Жесть. Погнали, покажу вам нашу квартирку. Это ванна. Потолки, конечно, невысокие, но, в принципе, адекватные. Ну, то есть, нормальный. Гиометр 78. Мне комфортно. Здесь все скромненько. Душевая кабинка. Раковина ванна. Полочка с полотешками. Есть гели-души. Комнатка самая по себе прикольная. Высокие очень потолки. Диванчик, на котором можно посидеть. Телевизор, на котором посмотреть. Сверху находится спальное место. Такое оформленное, как гнездо. Есть кухня, на которой можно готовить еду. Чай зеленый и черный. Полный набор кружек-ложек. Индукционная плита. С ними уже сталкивались в Хельсинки. Когда у тебя есть друзьяшки, которые знают, как пользоваться плитой. Не факт. Не факт, да. Аня, мы хотим есть. Это то еще приключение. Кому интересно, посмотрите в предыдущем ролике. Погнали поднимемся наверх. Покажу вам спальное место. Гораздо печальнее становится. Для того, чтобы встать, нужно вот так вот. Есть такие светильнички прикольные. Картина. Ну и, собственно говоря, само спальное место. Спать на нем удобно. И вот такой вид у вас сверху открывается. Это очень странное впечатление. Когда ты за ночь спишь полтора часа. А потом 6 часов гуляешь по городу. А потом чуть-чуть ешь. И потом... Сколько спишь? Сколько мы поспали с тобой? 3 часа. А потом спишь 3 часа. А потом идешь есть большую рульку мясную и пиво. И настроение твое улучшилось. Свежие овощи, ясти на здравие. На жирку подмешано. Дабы не исхудал ты на позор рода из Баттного. Все. 1, 2, and 2. Хорошие пойло. Рестораны славятся изысками блюд и божественным пивом. Обед на двоих в хорошем ресторане выйдет около 50 евро. Всемирная известность – средневековый ресторан с 15 века под защитой ЮМЕСКО. Это не самое бюджетное место для туриста, но посетить его обязательно стоит. Самая красота находится внутри здания. Вяленая лосятина. Ну-ка. Вкусно. Живется долго. Нет, ребят, не 8 евро. Она сожрала его? Сожрала, конечно. Это утка сожрала лося. Ты жрешь лося, утка. Это не утка. В Таллине был приготовлен первый марципан. Аптека, в которой был изготовлен марципан, действует до сих пор и находится в центре старого города. Саша нашла самую древнюю аптеку. Древнейшая из древних древностей. 600 тысяч лет. Больше 600. Ладно, 600 лет. Вторейшая ездящая аптека в Таллине, местонахождение которой не менялось с 14 века. Симпатенно. Да. В пробирках и бутылках находятся разные коренья, травки-муравки, обожженные ежи, змеи, лягушки и летучие мыши. Такие винтажные написи. Ммм. А запах обычный классический, как и в любой другой аптеке. Таллинн был очень популярен у советских кинорежиссеров, благодаря своему европейскому облику. Здесь было снято больше 65 фильмов, один из которых «Мушкетеры» 20 лет спустя. Уверен, что вы помните. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем, перси богу. В центре площади есть розы ветров. И есть такое поверье, что если встать в центр и найти 5 шпилей, то можно загадать желание. Раз, так, два, есть, подожди, два, так, три, так, четыре, четыре. Шпилей действительно 5. Последние смогут найти только самые внимательные или те, кто уже знают, где он находится. Его еле видно даже на статичной фотографии. После умственных нагрузок нужно подкрепиться. Рекомендуем посетить таверну «Третий дракон» и отведать местный суп. В этом трактире есть также бесплатный аттракцион по ловле малосольных огурцов. Это крайне веселое развлечение. Поток туристов из разных стран настолько велик, что скрыться в погожий день от туристов просто негде. Особенно людно на смотровых площадках, на которой мы сейчас с вами и находимся. А сейчас я расскажу вам интересный факт про церковь святого Олафа. Я все же расскажу вам про церковь святого Олафа. В 16 веке она была самым высоким зданием во всем мире и достигала 159 метров. Но молнии сделали свое черное дело, и башня уменьшилась до 123 метров. Кстати, в центре города запрещено строить здание выше этой церкви. Пришло время разрушения мифа. Шутки про медленных эстонцев теряют смысл, так как 11 лет они побеждали на соревнованиях по переноске жен. Да, это тот еще трэш. Но приключение того стоит. А приз равен весу девушке и выдается пивом. Да-да, вы не ослышались, пивом. Про еду и развлечение понятно. А что с туалетом? Знаете, что очень радует? Радует, что есть возможность выбора. Допустим, захотелось вам в туалет по маленькому, ну или по большому, там, неважно. И у вас есть выбор. Сходить в платный туалет, но супер технологичный, скажем так, который сам моет пол впоследствии, просто так как вы сходили после каждого посещения. Сушит туалет. И в этом туалете можно находиться только один человек. Максимальное время продолжения сеанса 20 минут. Стоит это удовольствие 20 центов. Либо есть альтернатива. Прямо рядышком находится бесплатный туалет, который можно посетить, если он свободен. Ага, тут я беспалево снимаю, как бы не при делах. Сервис. Сервис это здорово. Эстония является ведущей в Европе стране по кибербезопасности. Здесь же была разработана программа для интернет-общения Skype. Не знаю, зачем вам эта информация, но это факт. После старого города можно отправиться на море, посмотреть на бескрайние просторы и огромные лайнеры. Визуально порт, конечно, немножко настораживает. Вот такой немножко разруха какая-то попахивает. Обзорная площадка вообще закрыта. Пойдем сейчас на другую поищем. Там как раз кораблик плывет. Попробуем поснимать таймлапс. Смотрите, мой рюкзак уплывает. Ну, не знаю, посмотрим, что получится, конечно. Это было, мать его, мощно. И мокро. И мокро. И ветрено. Те дни, когда мы сюда приехали, проходит очень важный для Эстонии праздник. Праздник песни и танца. Что-то, наверное, масштабно, потому что этому празднику, да, там сколько, 150 лет в этом году? Да. 150 лет было, по-моему. Который собрал более 33 тысяч участников. Очень масштабное мероприятие. Милые и приветливые детишки. Ну что ж, вот и подошло к концу наше короткое приключение. Таллинн провожает нас теплой погодой и оставляет нас в памяти только положительные эмоции. А впереди у нас 6 часов дорожного приключения. И снова здравствуй, Петербург. Спасибо за просмотр и увидимся в новом выпуске. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»